Всех приветствую на своем канале и сегодня мы поговорим о самых распространенных ошибках в социальных сетях. И тогда это позволит вам научиться их избегать. В итоге продвижение сайта в социальных сетях может вам принести очень большие результаты, подняв и укрепив их позиции в выдаче поисковых систем. И чтобы уберечь вас от пустой траты времени, сил и денег, обязательно смотрите видео до конца, чтобы не совершать эти роковые ошибки. Подписывайтесь на канал, лайком и комментарием отдельный респект. Кстати, поделитесь в комментариях, как часто посещаете мой канал и какие видео смотрите. Все владельцы сайтов и оптимизаторы знают, что влияние социальных сетей на позиции в поисковой выдаче очень существенно. И многие, конечно, из них пытаются улучшить социальные сигналы, но при этом часто идут совершенно неправильным путем. И чтобы ошибки при продвижении в социальных сетях были сведены к минимуму, и стоит вам тогда начать с составления подробной маркетинговой стратегии. И первая ошибка, которую совершают многие, это однообразные и скучные посты. И для исправления этой ситуации рекомендую начать разбавлять свои посты анекдотами, умными высказываниями с картинками, конкурсом, голосованием и так далее. И эта ошибка – нерегулярная активность. Возможно, у вас присутствует нерегулярность каких-либо действий. Ну, предположим, в своей группе или паблике вы ведете время от времени. Ну, можно так выразиться по настроению. Если вообще хотите выглядеть серьезно и нарастить количество подписчиков, тогда составьте график своих публикаций и неукоснительно следуйте ему. Кстати, чрезмерная активность также входит в список ошибок по продвижению в социальных сетях. Я имею в виду про навязчивость. Делать 2-3 поста в день – это достаточно, но не злоупотреблять доверием и терпением своих зрителей. Четвертая ошибка – это желание и жадность сэкономить. Это очень серьезная ошибка при продвижении в социальных сетях. Если вы выбираете социальные сети в качестве инструмента продвижения моего сайта, то, конечно же, настройте себя и будьте готовы, чтобы потратить на него энную сумму денег. И прежде чем принять такое решение, уясните себе, что у вас появятся однозначные расходы. Ну, например, на копирайтера, который будет писать для вас посты, на рекламу сообщества, например, заработную плату менеджеру, который будет заниматься вашей группой, вести аналитику и выполнять определенную работу, ну и также другие расходы. И следующая ошибка, которую ну никак нельзя допустить – просто сидеть, сложа руки и молчать. Да-да, я вообще говорю про отсутствие рекламы, поэтому не забудьте позаботиться о таргетинговой рекламе, ну или хотя бы о взаимном обмене ссылками с другими группами. Можно, конечно, и не совершать вот этих грубейших ошибок в социальных сетях, но глобального результата тоже не будет. Ошибка вообще кроется в малом количестве или в отсутствии в социальных сетях вашей непосредственно целевой аудитории, на которую непосредственно ориентирован ваш сайт. Неумение вообще заинтересовать своих подписчиков очень часто становится причиной безрезультативности продвижения в социальных сетях. Шутки, картинки и реклама есть у всех. И, соответственно, нужно как-то выделяться среди других. И мотивируйте своих подписчиков на определенные действия. Напишите в комментариях, какие ошибки при продвижении в социальных сетях совершаете вы. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы подобные видео чаще попадались у вас в рекомендованных. И не забудьте поддержать оратора этого видео смайликом или просто фразой. Круто! И жду от вас под этим видео самых жарких и теплых комментариев. С вами была Елена Макаренко. Пока-пока!